В студии Татьяна Голубева Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о некоторых заметных событиях дня. Смотрите в этом выпуске. Второй пошел. Почему еще одну школу в Тюменцевском районе переводят в филиал? Я не могу говорить, не надо. А что такое? У вас и внук в школу ходит? Да нет, я всю жизнь прожил там. Православные традиции. Что нужно и чего нельзя делать в чистый четверг. Пора, брат, пора. Заказник. Территория закрыта. Охота здесь не открывается. Где краснокнижные пеликаны обрели новый дом? В Тюменцевском районе в статус филиала без согласия населения переводят еще одну школу. Жители села Черемшанка готовятся к суду и намерены добиваться отмены реорганизации. Объясняют это просто. Их мнения даже не спросили. По такому же сценарию развивались события в селе Андроново, того же Тюменцевского района. Накануне в краевом суде прошло заседание по этому делу. И вот к чему оно привело. Анастасия Дороган продолжит тему. Я не могу говорить, не надо. А что такое? У вас и внук в школу ходит? Да нет, я всю жизнь прожил там. Вот чернило-то. И вам больно видеть, как в школу закупали? Конечно. Ну а судей, суд, видно, что он как-то проникает в ситуацию? Нет. Нет. Нервы сдают у взрослых мужчин. Андроновцы дошли уже до краевого суда, добиваясь отмены статуса филиала своей школы. Что реорганизация прошла при странных обстоятельствах, они выясняют спустя годы. О понижении статуса школы они узнали в 2015-м из-за тестата выпускников. К 2018-му году их убедили, что оказывается реорганизацию обсуждали на сходе села три года назад. Нам говорили, приехал день, беседовать будет что-то по школе. Мы-то думали школу ремонтировать, крышу чинить, а они, оказывается, ее просто реорганизовать. При этом на повестке дня этот вопрос не поднимался вообще? Нет, ничего не было известно. Еще больше люди удивились, когда решили проверить протокол таинственного собрания. Там прочли тему схода создания филиала и следили за мистикой с подписями. В июне месяце 2018 года запросили все-таки этот протокол, нам предоставили, но предоставили совершенно не подписанный протокол, это нельзя назвать протоколом. В октябре месяце мы снова запросили этот протокол, нам в итоге предоставили копию протокола, уже подписанную. Сегодня, кстати, в суде ходатайствовали еще раз о проведении вызовов свидетелей и проведении экспертизы протокола на срок давности, на то, что там подделаны подписи. Судьи отказали. Любопытно, но скоро начнется еще одно судебное дело. Вновь Тюменцевский район, на этот раз село Черемшанка. Мы узнали, что нашу школу реорганизовали путем присоединения к Тюменцевской средней школе, не оповестив нас и не поставив известности. Теперь мы боимся, что реорганизация приведет к закрытию нашей школы. Мы не боимся, но так и будет, повезут детей. Мы же задали вопрос, в чем вообще у вас, вы сэкономили заведующая, как была директор, она стала заведующая. Никакие ставки нет, они сократили. Для чего это делать? Узнали о создании филиала люди в этом году, а потом прочли документ, где реорганизация датируется 2017 годом. Жители уверены, что их мнения должны были учесть и искать правду будут в суде. Коллективный иск уже подписали 156 человек. Анастасия Драган, Андрей Печеркин. День с толком. Бывший руководитель Барнаульского комитета по образованию Наталья Полосина перешла на службу в Министерство образования КРЭ. Теперь она начальник отдела общего образования. До недавнего времени эту должность занимала Ирина Дроздова. На сайте Министерства уже появилась первая новость с упоминанием Натальи Полосиной. Известно, что сегодня она примет участие во встрече министра Максима Костенко с родительской общественностью. И в частности расскажет об организации государственной итоговой аттестации в 2019 году. Отметим, во главе городского комитета по образованию Наталья Полосина находилась 6,5 лет. Сейчас комитетом руководит ее заместитель Андрей Муль. Для православных христиан всего мира продолжается Страстная неделя. Сегодня один из важнейших дней в преддверии Великой Пасхи – Великий или Чистый Четверг. Согласно Евангелию, именно сегодня состоялась Тайная Вечеря, перед которой Иисус омыл своим ученикам ноги, показав свое смирение. Сегодня в храмах совершаются торжественные литургии. Соблюдающим все традиции принято просыпаться до рассвета и заниматься уборкой в доме. Убирают основательно. Не мыть, не подметать нельзя после этого, вплоть до самой Пасхи. Кроме того, уже сегодня можно начинать красить яйца и печь пасхальные куличи. Также в Чистый Четверг принято очищать не только тело и жилища, но и мысли. Верующим советуют избегать ссор и молиться. Уже завтра с наступлением Страстной Пятницы по православным канонам запрещена любая физическая работа, а из еды разрешены только хлеб и вода. А вот краснокнижные пеликаны, которые провели зиму в Барнауле, явно не держали пост и успели съесть несколько тонн рыбы. Накануне 9 редких птиц вернулись в дикую природу. Напомним, осенью прошлого года волонтеры и специалисты Краевого Министерства природы спасли несколько особей, заблудившихся по пути на юг. О том, как они пережили зиму и как отреагировали на неожиданную свободу в сюжете Ильи Кочеткова. Кудые, испуганные, голодные. Такими они были в ноябре прошлого года. До сих пор неизвестно, как редкие кудрявые пеликаны оказались на замерзающем озере в Аллейском районе. То ли по молодости заблудились по пути на юг, то ли их сдуло в сторону сильным ветром. К счастью, они, а затем еще несколько особей, нашли пристанище в клинике ветеринара Артема Кучера. И вот знаменательный день, пора на волю. Артем не скрывает гордости. Операцию по спасению можно считать завершенной. Причем содержали их в неволе, что называется, по науке. Мы старались так, чтобы ухаживал один человек, чтобы в природе они там не выпрашивали рыбу рыбаков, либо там к отдыхающим кому-то не лезли, не воровали у них там со стола. Ну, природа возьмет свое, птицы все-таки они одичают и будет все нормально. Кстати, съели они за все это время больше четырех тонн рыбы. Спасибо добрым людям, которые эту рыбу бесплатно привозили. Перед погрузкой пеликанов окольцовывают. Так ученые намерены более точно знать пути миграции этих краснокнижных птиц. Но в последний момент одну из них отбраковывают. Оказывается, крылья так и не восстановились. Это из-за того, что он перенялся? Это подмороженное, да. Это подмороженное. И куда его теперь? Или в зоопарк, или на Страусиное ранчо, на ПМЖ. У остальных девяти впереди почти 400 километров непростого трясет местами немилосердно пути на запад. Наша цель – озеро Большое Кабанье в Бурлинском районе. Много лет назад здесь располагался андатровый заказник. Но несколько лет назад здесь стали гнездиться пеликаны. И заказник переименовали в пеликаний. Экзотические пернаты не просто так облюбовали озеро Большое Кабанье. Как нам объяснили специалисты, это настоящий пеликаний рай. Здесь много тростника, где можно прятаться и делать гнезда. В самом же озере очень много рыбы. Она заходит сюда из системы Бурлинских озер на нерест. Посмотреть на новоселов приехали и журналисты, и орнитологи, и школьники-натуралисты из соседнего села. Но ошалевшие от шестичасовой тряски пеликаны боятся всего и вся. Так что на волю выходят далеко не сразу. Егерь заказника обещает, пернатые здесь будут как дома. Главный враг краснокнижных видов – человек. Здесь им точно не угрожает. Заказник, территория закрыта, охота здесь не открывается. Есть, конечно, браконьерство, но не было такого случая, чтобы пеликанов подстрелили. Специалисты уверены, птицы быстро освоятся и даже, скорее всего, составят семейные пары. И на следующее лето вернутся сюда уже самостоятельно, с птенцами. Впрочем, если осенью кому-то из них снова понадобится помощь, волонтеры и просто любители дикой природы обещают – будут на готове. Илья Кочетков, День с толком. В Барнауле наградили самых успешных руководителей Алтайского края. Звание «Директор года» получили 30 человек. Это промышленники, аграрии, строители, врачи, риэлторы, банкиры. И не только. Каждый из них – пример профессионализма и любви к своему делу. От этих людей зависит не только успех предприятия, но и будущее края. Так считают организаторы конкурса «Директор года». Первый раз он прошел в 2003 году при поддержке правительства региона и Союза промышленников Алтайского края. Многие участвуют в конкурсе ежегодно, каждый раз демонстрируя новые достижения. Аблодисменты первым победителям! Критерии оценки – это динамика по увеличению объемов производства по отношению к прошлому году, это рост заработной платы обязательно, средний заработной платы в коллективе, и увеличение оплаты налогов во все виды бюджетов. Всего в этом году в Оргкомитет поступило более 180 заявок от руководителей алтайских предприятий, но только 30 лучшим удалось получить почетное звание «Директор года». Как признаются участники, самой главной победой является победа над самим собой. Ирина Корчагина, Николай Шелко, День с толком. Кстати, на конкурсе «Директор года» оценивали не только динамику производства и рост зарплат, особое внимание эксперты уделили тем руководителям, которые оказывают благотворительную помощь. Сурик Маграбян третий год подряд становится победителем конкурса «Директор года». Руководитель живет в Третьяковском районе. Его предприятие продает и перевозит ГСМ, занимается сельским хозяйством, производит полипропиленовые мешки. В коллективе трудится 60 человек. Добивается успехов во всех своих начинаниях. Маграбян Сурик Рубенович. На краевом конкурсе отметили, что Сурик Маграбян достигает успехов во всех начинаниях. При этом руководитель успевает еще и заниматься благотворительностью. Мы всем помогали, церковь построили, и инвалидам помогаем, и потом школам, детсадам, ну районам помогаем. Чем можем, тем помогаем. Руководитель из Третьяковского района говорит, что звание «Директор года» не повод почивать на лаврах, а мотивация двигаться вперед, чтобы дальше оправдывать доверие коллег. Ну а далее о погоде. Спонсор прогноза компании «Валар». А у меня все новости к этому часу. Звоните к нам в редакцию 722-440. И до встречи в 19.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова